Автоледи 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 То есть вот здесь я не могу себе. Я, к сожалению, сейчас второй минивэн. У меня всегда две машины в семье последние 10 лет. И одной марки, да? Да, одной. Либо Volkswagen, там Skoda 1S попадалась. Но вот микроавтобус, он черный мне попался, к сожалению. Зачем тебе микроавтобус? У меня большая семья. А я мультифункционалист. То есть когда в одном автомобиле сочетаются... Вот я недавно шкафы перевозил на дачу детские. Все сиденья вынул, погрузил в шкаф, уехал. И не надо никого нанимать. Стелется туман, он меня... Супруга, у это автомобиль? Нет. Почему? Так нет. Ты против этого всячески? Не царское это дело. Не, она как-то я ее учил, учил. А потом понял, что... Тяжело. Не, не в этом. Она очень обучаемый человек. И просто когда она вокруг меня ездила на моем 126-м старом Мерседесе, ехала и ехала на площадке. То есть мы проходили там разные приемы. И потом, значит, в движение по кругу... Ты сам ее обучал? Да, да. А потом, когда я услышал скрип резины, то есть начался снос задней оси потихонечку. О как! А она с тем же безмятежным лицом посмотрела на меня, продолжала рулить. Я понял, нет, здесь, значит, это самое. Надо останавливать, пока не будет поздно. А сотрудники ГАИ часто останавливают? Полиции уже сейчас? Нет, как-то не часто. Мне смешно. Я ехал, как на мотоцикле. И меня с третьего кольца на Кутузовский останавливает человек и проверяет документы. И у меня не оказалось страховки. Он говорит, ну я вынужден снять ваши номера. А я разозлился, говорю, ну хорошо, снимайте. То есть не стал, все, снимайте. Он ушел, долго прозванивал, подошел ко мне, говорит, у вас все в порядке с документами? Меню вгонят, да-да-да. А что вы не снимаете номера? Он говорит, рука не поднимается. У тебя еще и мото-жизнь, помимо авто-жизни. Да, да, у меня есть мото, есть велосипед без цепи. Зачем? Хочется спросить. А я увидел, я хотел себе велосипед, а потом увидел где-то какой-то велосипед на карданной передаче. О как! Да. Но это прикольно. Он несколько тяжелее, чем обычный, но зато нет вот этого масла, цепь, то есть все механизмы внутри рамы. И очень прикольно. Я помню, я издевался над охранниками Малого театра, у нас были там съемки, я приехал на велике. И говорю, ребят, можно? Ну, конечно, ставь возле нас. И через 8 часов там или через 10 я выхожу, и к ним, говорю, слушайте, ребят, у меня цепь украли. Они так, а люди не понимают, ну цепи-то нет, действительно. А, ты куда уходил? А, я не уходил, а я в туалет уходил, а я обедал, а ты где? И у них такая паника. Подшутил над ними. Какой будет следующий автомобиль? Я хочу себе обратно в 126-й. Реально. Потому что это вот эти современные. У меня в этом автомобиле 21 компьютер. 21 компьютер в одном автомобиле. Но это просто нереально. У меня был 126-й. Потрясающий Мерседес. Самый красивый, я считаю. Не было красивее кузова. Я хочу себе обратно в такую машину. Ну, то есть, чтобы она была у меня летняя. Ну, а как же, все говорят, 221-й. Садишься, поддув, наддув. Представительский Мерседес, его главное отличие от тех же машин Ауди, БМВ, тем, что вот. И почему я взял его? Одна из главных причин. Выросли изменения в организме налицо. И хочется там после работы, там после театра, тяжелого спектакля, быстро оказаться дома. Реально быстро. А почему он тогда не взял водителя? А? Почему он тогда не взял водителя? Это проблема. Я не могу найти водителя. Мне водитель не нужен. Потому что я иногда могу в театр приехать на велосипеде или на мото. Могу на машине. Но вот мысли о том, что после спектакля мне нужно садиться на мотоцикл, на велосипед, они меня приводят к тому, что я сажусь все-таки в Мерседес. И его главное отличие от любой другой машины в том, что я открываю дверь, сажусь, закрываю дверь, и я уже дома. Мы столько всего узнали про двести двадцать первый Мерседес, и что мне уже не терпится на него посмотреть. Вот мне нравится, вот что мне в двести двадцать первым нравится. Мне нравится вот это, например. О, и руки не пачкать. Что мне не нужно... Ты готовился, скажи честно. Ну не может так быть, чтобы ничего не было. Именно так. Это, кстати, у меня... Вот я на Украину ездил, это присадочка... Мы нашли присадочку в багажнике у Дмитрия, полотенца для собаки. Это антимошка, потому что эти самоубийцы, камикадзе, они долбанные, они же так бросаются, особенно женского полного. И певцов едет, а, и разбивается об меня. А как ты отличаешь, они женского или, может быть, мужского тоже разбиваются? Мужики-то не будут на меня прыгать, правильно? И, конечно, я не могу не обратить внимания, как автомобильная девушка, на брелок Дмитрия. Тут такой поршень, причем в мини-варианте, посмотрите. Причем он еще именной. А, на нем написано название группы. Да, просто это картош, название группы, да. А почему поршень? Это же не автомобильная группа. Она вообще родилась, как смесь на стыке автоспорта и музыки. И первая песня, записанная с Андреем Вертузовым, была «Беспечный ездок» Николая Фоменко. Собственно, мы с Андреем на гонках познакомились. А это была презентация, один из первых дисков группы «Еще без меня». У них была песня под названием «Поршень». Ну, то есть... «Газ, там, поршень, мя-ть». Очень все ракануально, тяжело. Сейчас я пришел с интеллигентным репертуаром. Досоцкий, Вертинский, Романс, Романсоид. Ну, что-то есть тяжелое у нас там. Ну, так... Какой-то молодец. Попу греет? Отлично. Даже на три штучки греет. А она с этого начинает, а потом сама так меньше, меньше, меньше. Да здесь все очень просто, интуитивно, понятно. То есть я там пытался разобраться с какими-то кнопками, не мог понять. Потом понял. Здесь, мне кажется, вот эта хорошая штука Webasto, которая здесь стоит, уже заложена изначально. Ну, это простая версия. Здесь нет, допустим, ночного видения. Там, нет массажа. Люди добрые, скажу вам честно. Тележка с колесами и моторчиком, который мы называем автомобилем, она является очень опасным средством. Поэтому берегите себя. Не надо с ними сталкиваться ни внутри, ни снаружи. Да пусть кто-то вас обгонит или подрежет. Не стоит это ни жизни, ни нервов, ни здоровья. Поэтому любви, процветания и скорейшего окончания отопительного сезона. Катя Каренина, Дмитрий Певцов, Автоледи на Авторадио. Счастливо! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok